Саламу алейкум ва рахматуллахи ва бракятуху, братья и сестры. Судьба — это таинство Аллаха. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что верить в судьбу, значит верить в единство Аллаха Всемогущего и Великого. Судьба людей записана у Аллаха, и это таинство Аллаха Всемогущего, говорит наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И тот, кто знает об этом и верит в это, будет спокоен. Когда что-то происходит, многие люди расстраиваются и переживают, пытаясь понять, как и почему это произошло. Но люди, которые верят в судьбу, знают, что это пришло от Аллаха Всемогущего, и нет надобности горевать и стараться что-то изменить. Это уже произошло, поэтому мы не можем этого изменить. Есть поговорка «Нет средства ни для мертвого, ни для прошлого». Мертвый уже умер, а прошлое уже безвозвратно ушло. Нет надобности убиваться из-за этого. Поэтому этот вопрос очень важен. Люди все время сожалеют о чем-то и расстраиваются. «Те же, кто верит в судьбу, отпускают прошлое». Случилось то, что должно было случиться, и другого решения нет. Расстроит это вас или обрадует, это должно было произойти. Пару дней назад Адам Эфенди сломал ногу, когда гулял. Люди удивляются, почему это произошло, и говорят, что этого бы не случилось, если бы его там не было. Но это случилось, потому что это должно было произойти. Что бы ни случилось потом, за это ему будут даны награды и савабы. Что вы можете тут сделать? Ничего. Пусть Всевышний защитит нас от плохой судьбы. Когда у нас есть вера, это прекрасно. Это тоже в судьбе человека. И если Аллах Всемогущий дал или не дал кому-то веру, это тоже таинство Аллаха. Человек, который владеет этим секретом, и у кого есть вера, всегда должен делать дуа Аллаху и просить о стойкости, о хорошей судьбе и о хорошем конце. Это самое главное. Каждый должен думать об этом. Люди не должны переживать по каждому поводу. Пусть Всевышний дарует нам стойкость, пусть наш конец будет хорошим, иншаллах. Амин Аллахи Ат-Тауфиq Аль-Фатиха. Амин Аллахи Амин А Субтитры сделал DimaTorzok